всем привет дорогие зрители подписчики а также гости моего канала продолжаем тему виноградных подвоев речь сегодня пойдет о виноградном подвое берландерии репария SO4 также данное видео будет состоять из тайм-кодов в первой части истории создания данного подвоя во второй части ампилографические признаки и в третьей части особенности подвоя SO4 говоря о данном виноградном подвое нужно сказать такой факт что также данный подвой происходит из семян который высадил зигмунд телеки 1896 году говоря об этом событии высадки семян зигмунд телеки нужно сказать такой факт что она сыграла ключевую роль в развитии виноградных подвой так как многие знаменитые и известные виноградные подводи происходят именно из этих семян говоря о тех событиях нужно сказать что к тому времени около 50 лет филоксера приносила вред в развитии виноградовства и многие виноградари и селекционеры искали решение данной проблемы и активно вели поиск в получении лучших виноградных подвоев зигмунд телеки высадив 22 фунта получил около 40 тысяч саженцев последующим через пару лет он провел первичный отбор оставил наиболее перспективные около 3000 и разделил их на различные 10 групп по различным морфологическим признакам так вот есть и брать такие знаменитые сорта как кобер 5 б б кобер 125 а а телеки 5 с телеки 8 б нужно говорить что данные виноградные подвои прошли с 5 группы а вот с 4 произошел с 4 группы который еще провел зигмунд телеки в своих селекционных работах к 1912 году в германии в институте оппингеме директором был генри пур он завез саженцы зигмунда телеки они были тщательно отсортированы также самые пронумерованы и высадены для наблюдений они на протяжении 8 лет проводили исследования наблюдая и примерно к 1920 году они выделили один тип который сильно отличался и выделялся своим лучшим вызреванием виноградной лозы большой силы роста также другими положительными качествами они написали что это отдельный отбор 4 и высадили его в отдельный питомник и начали его активно размножать 1922 году они его уже активно размножили больших количествах начали его экспортировать различные питомники под названием оппингем селекцион 4 то есть а в 1933 году данный виноградный подвой получил широкое распространение и носил официальное название берландерии репария телекиан 4 оппингем селекцион 4 или сокращенно с о 4 говоря о данном виноградном подвое нужно сказать такой факт что он и до сих пор является основным виноградным подвоем такой страны как германия и он наряду с таким знаменитым виноградным подвоем как кобер-5бб является столь широко распространенным во всем мире его зачастую сравнивают с по всем своим характеристикам с таким сортом как кобер-5бб говоря о данном виноградном подвое нужно сказать такой факт что примерно 1975 году началась активная селекционная работа по проверке на устойчивость к различным болезням к устойчивость к филоксере и было выделено в германии к 1982 году и официально зарегистрировано три клона с о 4 в франции примеру в 2017 году было официально зарегистрировано 24 клона виноградного подвоя с о 4 в также других странах существует различные клоны с о 4 то есть последующим распространяясь сорт селекционеры ищут другие показатели и выделяет различные клоны это то что касается истории создания виноградного подвоя перландерия репария с о 4 давайте пройдем к виноградному подвою с о 4 и ознакомиться с ампилографическими признаками данного подвоя ампилографические признаки с о 4 выглядят следующим образом видим он имеет мужской тип цветка он цветет но никогда не образовывать грозди взрослые листья выглядят вот так молодые листья выглядят следующим образом вот взрослый лист примерно вот такого вот формата также здесь описаны все ампилографические признаки и здесь особенности данного подвоя это то что касается ампилографических признаков давайте обратимся на данный виноградный куст и посмотрим на его характеристики также данный виноградный куст со 4 у меня посажен уже на постоянное место последующем я на него буду прививать различные сорта и скажем так проверять не тестировать но опять же для этого нужно время всегда хотим быстро но это занимает годы но давайте коснемся к ампилографическим признакам данного подвоя у него у образный или v-образный черешковой вырез видим здесь на данном листе у образный вырез да вот здесь посмотрим на другой здесь видим ярко выраженный v-образный вырез это то что касается виноградных листьев виноградные листья на данном подвое большой такой клиновидной формы с тремя выделенными лопастями видим здесь 123 листовая пластинка у него слегка гофрированная то есть то что между жилками имеет такой вот немножко пузырчатость также самое у данного подвоя краевые зубчики треугольные чередуются большой с мелким да то есть крупность мелким видим здесь идут белки крупные то есть здесь вот видим крупный мелкий крупный мелкий то есть это вот касается его особенностей а вот краевые зубцы на концах жилок они особо выделяются здесь видим вот одна жилка здесь 2 вот здесь видим основная жилка вот она выглядит следующим образом это то что касается взрослого виноградного листа у него цвет такой темно-зеленый также самые побеги у него рифленые ребристые также самое между узле составляет примерно 20 сантиметров так как у данного подвоя с солнечной стороны окрашивается в красный такой темноватый цвет а со стороны и обращена к солнцу имеет такой слегка зеленоватый цвет но между узле у него окрашенный ярко такой красный цвет видим здесь она более характерно выделяется это то что касается взрослых листьев давайте посмотрим на верхушку данного побега здесь и достану нас смотрим да вот примеру у него то что выделяется к примеру да у него полу открытый верхушка побега у него полу открытая так же самые молодые листья у него более интенсивно красного цвета такой медно красного цвета так же самое у него преимущественно трех раздельные усики они состоят вот примерно из трех частей это то что касается данного виноградного подвоя видим да здесь вот побеги и рифленые то есть серебристые вот то что и слегка и вартинистые с легким таким войлочным опушением это то что касается ампилографических признаков а то что касается особенности данного подвоя нужно сказать что сила роста у него выше средней то есть по силу росту она уступает коберу 5 бб но это является как бы и плюсом в том плане что сорта привиты на данный сорт не склонны к осыпанию также самое данный виноградный подвой приспособлен практически ко всем типам почв но на богатых почвах себя чувствовать лучшим образом то есть у него корневая система не так глубоко уходит как кобер 5 бб она достаточно имеет хорошую развитую и она является устойчивым средней степени к засухе устойчивость к активной извести также самое по различным данным разнятся я встречал от 17 до 20 процентов к активной извести то есть при котором данный виноградный подвой не будет хлорозить также сорта привиты на данный подвой имеет хорошую аффинитет то есть хорошо приживается и сорта привиты на данный сорт приобретает большую силу роста это то что касается особенности данного виноградного подвой это все что я хотел сегодня рассказать всем пока до новых видео